так ребят это культовое место пастейш де белем с 1831 года здесь вот голуби вот такие вот нужно быть аккуратным когда стоишь в очереди и вот здесь самый главный знаменитый десерт лиссабона продается вот здесь стоят вот туристы и не только вот такая огромная очередина возле этого прекрасного я так понимаю монастыря очень мало у нас времени на лиссабон но по крайней мере мы встретились с родственниками и вот они нас сегодня катают и возят показывают достопримечательности впереди этот подвесной мост прям как сан-франциско дали сабон он разнообразный много здесь довольно таки интересных мест все вот в этих вот голубых деревьях никак не запомню название очень красивое деревья все в голубом но местные сказали что от него много проблем если это будет все капать на машину и липнуть кроссовкам опавшие листики но выглядят они просто невероятно красиво до очередь поражает своей огромностью на вот и мы вот ждем пока мы купим это чудо десерт а потом поедем его пробовать вот это вот это вот чудо красота продается рядом с пирожками с кими-то перепечками картошками в общем и всякой фигней а мы будем кушать пастейдж дебилем спасибо чувак не раздражайся мы туристы после покупки пирожных которые мы сейчас будем пробовать вот мы зашли в парк прикольный довольно таки парк вот с памятником первооткрывателям вот такой вот вот такой вот фонтан который ночью светится красивый и конечно же этот монастырь жероним уж ну красиво красиво очень такой монументальный всю историю не знаю потому что просто нет времени но парк обалденный сегодня воскресенье самолет самолет летит красивый вот сегодня воскресенье все гуляют тусят ярмарка здесь такая но конечно же меня поражает монастырь с его башнями и куполами фонтан зоровский все начинаем кушать итак ребята вы попадете в историю надеюсь у меня в суд не притяните за съемку несанкционированную вот это чудо пироженка которая называется паштейдж дебилем и сейчас мы будем это пробовать очень красивый собор конечно же переходящий вот в монастырь и вот эти вот четыре башенки которые вот по краям монастыря одуренная штука очень красиво так у нас сегодня зайти вряд ли получится потому что мы спешим но этот вход в этот храм конечно конечно он поражает своей в общем культурной наследственностью и он у меня ассоциируется с собором во флоренции санта мрия дельфиора очень круто итак эксклюзивное видео с частного транспорта на торе дебилен блин обалдеть какая она красивая супер прямо на берегу реки и класс продолжаем нашу экскурсию по вот так интересно выглядит хард-рок кафе в лиссабоне как-то совсем не по-хард-роковски больше похоже на какой-то советский дом культуры итак салон ferrari в лиссабоне вау какая красота какая же красота а дуреть так вот идешь-идешь на смотровую площадку а тут откуда не возьмусь салон ferrari лиссабон очень зеленый город с большим количеством парков скверов и проспектов зеленых и вот если прийти в парк эдуарда 7 можно зайти на смотровую площадку я спустился чуть чуть ниже здесь такая кафешка смотровая площадка вот между теми двумя столбами вот здесь вот такой огромный променад с кафешками ресторанчиками и вот такой вот парк поэтому если вы хотите сделать красивые фотографии просто прогуляться по склону побродить по парку можно прийти в парк эдуарда 7 и отсюда даже виден замок вон на горе единственный такой минус лиссабона для тех кто не очень любит ходить пешком он весь холмах нереально какие здесь крутые холмы и он раскинут на многие километры и иногда пешком не добраться до точки я имею ввиду придется ходить вверх вниз поэтому я уже говорил об этом берите такси расстояние там до 10 12 километров в общем в районе 10 евро на такси очень комфортно перемещаться по лиссабону но гулять тоже нужно полезно и можно случайно набрести на какую-нибудь достопримечательность вот как например вот эта церковь которая сейчас туда пойду ну и просто кайфануть от погоды и природы лиссабона это здание оказалось не церковью а павильоном карлос лопес павильон для мероприятий очень красивое здание с такими вот плиточными картинами голубого цвета очень красивая павильон закрыт но картины очень клевые вот такие вот чудесные картины парк обалденный парк эдуарда 7 оказался удивительным и вот эти вот деревья сиреневые настолько они поднимают настроение наполняют атмосферу грузей родусу красивый павильон красивое здание на холме парка и сам парк не менее прекрасен обожаю ёлки и вот эти вот позитивные деревья сиреневыми цветами просто нереальной красоты это оказывается книжная ярмарка вот я иду вдоль этого парка по склону здесь продаются только книги очень удачное место для книжной ярмарки я уже почти добрался до низа парка вот так вот он выглядит в ту сторону очень большой парк и вот вдоль него раскинулась такая вот книжная ярмарка и тут недалеко аэропорт постоянно пролетают самолеты каждые две-три минуты прикольно и спустившись вниз вдоль парка выходишь на площадь маркес де помбал вот с таким вот невероятно красивым монументом очень хороший парк здесь проходит вот как я и думал ярмарка книжная ярмарка 24 года до 16 июня позитивное место парк действительно хорош для прогулок особенно вечерних можно подышать свежим воздухом сейчас днем он многолюден люди приходят купить книгу я видел очень много скорее всего это авторы которые раздают автографы и также устроены сцены где они дают интервью ну общаются с читателями очень здоровское место и вот снизу вот такой вот вид на парк и те же вездесущие сиреневые деревья классно супер можно прокатиться на городском на таком автобусе туры hop on hop off по лиссабону лиссабоне можно встретить и вот такие вот дома до монголы и вот такие вот малюсенькие облицованные плиткой старинные и интересный вот такой угловой дом необычной формы мне кажется что архитектура районов она более как бы приятно глазу и вот такое какое-то старинное поместье более приятно глазу чем архитектура в центре и вот здесь вот такая улица с довольно таки симпатичными домами и построили вот новый хай-течный такой дом где расположен g-bar кому интересно особенно девушкам где можно сделать ногти прическу ну и там все остальное что нужно женщинам сделать извести сферы вот в таком вот новом красивом доме хай-течном он расположен если нужен будет адрес пишите в комментариях я скину адрес g-bar а вот мы допустим путешествуем уже почти три недели и даже понадобилось сделать все что нужно сделать с ногтями с волосами и вот мы вот сюда вот заехали ну я сейчас прогулялся в общем совместили приятное с полезным пока она делает маникюр педикюр я прогулялся на площадку зашел в парк посмотрел увидел книжную ярмарку можно еще поснимать архитектуру лиссабона вот как вписали такой современный дом в архитектуру города и вот он g-bar на выходе из джибара практически сразу попадет попадаешь такой милый сквер и вот здесь такая церковь маленькая интересная непонятно с кусочком старой крепостной стены или что это как такие акведуки как мост но я не знаю вряд ли там по верху есть движение не видно машин ну очень красивое такое место церковь к вот ей уже восемнадцатом году исполнать 250 лет очень милый сквер очень зеленый для отдыха после того как вам сделали ногти супер и вот идем мы дальше вот через такие вот красивые старинные ворота красота ну вот мы вот так вот шли-шли и нашли вот такие вот хай-течные лиссабонские здания очень красивые порадовала порадовала нас это немножко на районах вот что-то мне районы гораздо больше нравится чем центр города хотя обычно я люблю исторический центр города но не в лиссабоне на районе обалденно торговый центр а морей раз довольно таки симпатичный вот в этом красивом здании которое было ранее тут стандартный набор всех брендов которые по интимиссими умо я еще не видел для мужчин бьюти еда магазины рестораны бары в общем вся красота и просто погулять ашан очки очень миленький такой прикольный торговый центр и можно что-то купить посидеть в кафешке автомобильный клуб португалии купить детское сидение модно мобильные телефоны еда ой какие красивые пирожные пирожные и торты с чем мы стараемся бороться но зачастую эта борьба проигрывается эта борьба не в нашу пользу потому что сложно иногда сдержаться вот с такой красотой обалдеть very beautiful даже даша я думаю нужно проиграть эту борьбу сейчас с этой красотой а